почему я не принимаю бады я не принимаю бады не потому что считаю их чем-то плохим скорее наоборот я считаю бады это хорошая вещь но бады для меня являются чем-то промежуточным между едой и лекарствами но это не еда это всего лишь биологическая добавка к пище да как известно но это и не лекарство с другой стороны как посмотреть что если нам не хватает каких-то компонентов в нашем питании то мы можем это восполнить с помощью бадов также если мы принимаем бады правильно и знаем что конкретно принимать то мы то они нам могут помочь борьбе с каким-то заболеванием бады я рассматриваю как образ жизни то есть они так же как и продукты питания могут быть качественными могут быть некачественными разное сырье разные страны производители разные цены как относиться к дешевым бадам как относиться к дорогим бадам здесь тоже нужно знать в чем подвох и в чем разница некоторые считают что бады можно попринимать какое-то время но предположим месяц-другой и проблема будет решена но я понимаю что это не так поскольку бады являются добавка к пище то мы же питаемся не курсами до месяц 2 попитался потом можно голодать нет добавка к пище она для того и придумана чтобы ее принимать регулярно ну я не говорю о том что каждый день мы должны постоянно в течение всей жизни но курсами какими-то там месяц может быть месяц приема месяц пропуска и так далее курсами эти бады мне кажется должны принимать всю жизнь и вот опять же как узнать как к и какого компонента нам не хватает наверное для этого нужно сдать анализ крови причем скорее всего этот анализ крови должен быть таким довольно таки развернутым опять же как самому себе назначать бады я читал и слышала такие мнения что не если не хватает какого-то компонента да у нас в крови это не означает что именно этот компонент вот можно брать и принимать и скорее всего он не будет работать в сочетании с каким-то другим компонентом или наоборот какой-то другой компонент будет усиливать влияние того или иного бада в общем здесь очень много всяких тонкостей и я для себя сделал вывод что чтобы принимать бады нужно быть специалистом по бадам или во всяком случае иметь хорошего знакомого или врача диетолога который бы мог хорошо составить список именно тех бадов которые нужны на том или ином отрезке жизни поскольку я не специалист в бадах я у меня нет времени чтобы изучать эту тему то и я не готова сделать бады образом жизни поэтому я и не принимаю бады кроме того существует еще такая такое понятие как статья расходов в нашем бюджете на бады поскольку мы закладываем определенную статью на расходы покупку продуктов питания то на бады тоже надо закладывать статью и причем немалую вот это тоже как-то не входит пока в мои планы есть другие статьи расхода это тоже является причиной почему я не принимаю бады короче я ничего не понимаю в бадах я не специалист по бадам я не готова рассматривать бады как образ жизни и поэтому я не принимаю бады во всяком случае пока вот на сегодняшнем этапе бады не являются составной части мы моей жизни может быть они придут в мою жизнь чуть позже не знаю время покажет всем позитива пока